Ну пошлина еще, то есть пошлина есть, плюс школе надо оплатить там. А сколько пошлина уходит? 160, так же как для туристической. То он 160 должен заплатить консульский сбор? Ну да, консульский сбор, да. Ну я пошлина называю. Ну плюс школа, плюс там сервис ФИ они берут, там отправка документов. Там где-то около 1000 долларов все это выходит, поэтому... Это разумеется с пошлиной? Да, поэтому это как бы тоже затратная часть. Понятно, что если человеку отказали, то ему там возвращается первый месяц обучения. Но все равно нужно показать деньги, во-первых, на счету. То есть должен человек не просто сказать, да, у меня там есть деньги на обучение. Он должен показать, что у него есть деньги на банковском счете. И этот банковский счет либо ему принадлежит, либо принадлежит человеку, который ему эти деньги доверяет. То есть, например, если мама, значит, или там папа, или там родственники, значит, они должны дать письмо. Что они являются спонсором соискателя на учебную визу. Вот такие вот условия.